МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На них голос, лицо, точь в точь, как у владельца аккаунта. Доверчивые люди ведутся и лишаются крупных сумм. Попадают под прицел мошенников и известные красноярцы. Например, на прошлой неделе был создан клон страницы директора музея геологии Центральной Сибири Юлии Мансуровой в Телеграм-канале. Для убедительности загрузили на аватарку ее фотографию. Затем аферисты вычислили ее сотрудников и принялись их обрабатывать с помощью искусственного разума. Вот только интеллектом он не отличался. Та манера общения, которая, так сказать, мне присуща на работе, никаким образом не учитывалась искусственным интеллектом. Он изобиловал очень странными для человека живого выражениями, типа, связаться с сегодняшним днем. Не знаю, может, кто-то так говорит, но это точно не я. Поэтому сотрудники сразу поняли, о чем идет речь. Подробнее об этом и других схемах мошенничества расскажем в вечерних выпусках новостей в 18.00 и 19.30. Мощный взрыв прогремел в соседней Тыве. Там, рядом с городом Шаганар, в Улукемском районе, произошла авария на ТЭЦ. Предварительно пострадали 18 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, еще 12 также получают медицинскую помощь. Всех их доставили в ближайшую больницу Кызыла. Взрыв произошел в отсеке теплоподачи. Из-за этого часть домов остались без центрального отопления. В пресс-сужбе региона заявили, что котлы ТЭЦ не пострадали. Восстановить подачу тепла в дома людей местные власти пообещали ближе к вечеру. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Смертельное ДТП произошло на Северном шоссе. Осторожно, дальше будут жесткие кадры. Джип на большой скорости сбил дорожного рабочего. В это время он чистил отбойник от грязи. Мужчина умер на месте. Известно, что причиной аварии стало то, что водитель джипа потерял управление. Сначала он перестроился в крайнюю левую полосу и не увидел, что там стоит машина дорожников. Ему пришлось резко вильнуть рулем вправо, из-за чего машину занесло. Она сбила рабочего и врезалась в отбойник. От сильного удара мужчина отлетел на несколько метров. Водитель джипа, по предварительной информации, не пострадал. В Красноярске в этом году ожидается рост количества клещей. Напомним, первые случаи их появления фиксируют, когда устанавливается плюсовая температура. Обычно это конец марта, начало апреля. Специалисты Роспотребнадзора советуют вакцинироваться, поскольку присасывание клеща – это главный путь передачи клещевого вирусного энцефалита. Сделать это лучше до начала сезона активности. При этом в Красноярском крае предварительно клещей по сравнению с прошлыми годами больше не станет. По предварительным расчетам, в этом году в Красноярском крае численность клещей не превысит среднемноголетних значений и останется на уровне прошлого года. Однако ожидается рост их количества в Красноярске и его пригороде – Шарипове или Сосибирске. Напомню, что наш регион относится к субъектам высокого эпидемиологического риска по заболеваемости клещевым вирусным энцефалитом. Сегодня Красноярск буквально наполнился цветами. Тюльпаны всех возможных форм можно встретить не только в магазинах, но и на улицах города. В этом году для розничной продажи определили 49 официальных точек, но многие местные предприниматели все равно занимают свои привычные места. Выбор там действительно большой, в одном месте стоят от 3 до 10 машин. Также цветы можно приобрести и во всех супермаркетах. Всего же с начала года в наш город завезли больше 5,5 миллионов штук из-за рубежа. По сравнению с прошлым годом вес поставок вырос почти в два раза и составил 360 тонн. Также почти 200 тысяч тюльпанов вырастили у нас в городе в теплицах. В этом году мы завезли в сеть более миллиона тюльпанов разных сортов из Аминьи Белоруссии. Они продаются у нас как по отдельности, так и в букетах. Конечно, мы перед тем, как заказывать, анализируем предыдущий спрос и смотрим, и заказываем немножко больше. Но в принципе, я думаю, что миллиона тюльпанов нашим покупателям хватит. Подробнее о том, сколько стоят тюльпаны в этом году и откуда их привозят к нам в город, мы расскажем в вечерних выпусках новостей в 18.00 и 19.30. Во всем мире произошел сбой в работе сервисов и приложений. Это связано с атакой еменских хуситов в Красном море. Они повредили четыре интернет-кабеля, которые были протянуты по тну. В итоге затронуто 25% трафика, передающего данные в Африку, Азию и на Ближний Восток. Его уже перенаправили по другим маршрутам. На данный момент сообщают, что работа интернета и всех приложений восстановлена. Это за булавы, это за скакалку, это за групповое упражнение. Вот так Ариф пересчитывает медали, рассказывая о полученных наградах. Уже в 15 лет он стал четырехкратным чемпионом России. В гимнастике он с самого детства. 9 лет был спортивным гимнастом, а 2 года назад поменял секцию. Вид спорта выбрал сам, хотя не исключено, что помогала мама. Сама тренер по художественной гимнастике. Ездить на тренировки мальчику приходится в Красноярск из Енисейска. Сначала было тяжело, но уже привык, говорит он. Да и результат таких тренировок не может не радовать. Сажусь в пятницу ночью на автобусе, всю ночь еду. Потом в субботу утром приезжаю и тренируюсь. В субботу воскресенье. Устаю, да, конечно. Потом отсыпаюсь как-то. Все хорошо потом. Важна для ребят работа наставников. Василий Вадимович к тому же тренер-играющий. Ему нужно не только готовить к соревнованиям ребят, но и находить время для своих тренировок. А на чемпионате России случилось, что ученик превзошел учителя. Василий взял серебро, но стоял на педестале с чувством гордости. Ведь на высшей ступени был его воспитанник. В таком виде спорта не обходится и без осуждений. Многие по привычке считают художественную гимнастику чисто женским видом спорта. Много друзей, боксеров, дзюдоистов, которые говорили, что Василий все-таки стереотипы. Они складываются так, что какая мужская художественная гимнастика. Потом ребятам показывал, что мы, как мы выступаем, что мы делаем, как мы тренируемся. И на самом деле все меняют просто мнение. Мужская гимнастика – новый вид спорта. Это элементы восточных единоборств, акробатические трюки, ну и мастерство работы с предметами. Кстати, снаряды у парней тоже свои – кольца, скакалка, палка и утяжеленные булавы. Однако увидеть изящность, блеск и женственность можно в смешанных парах. Ярослав и Александр уже третий год выступают вместе. Работая в тандеме, нужно найти взаимопонимание. Ответственность за результат увеличивается вдвое, но и поддержка тоже. В смешанных парах, как сказать, более комфортнее, что ли, выступать, потому что ты не один выступаешь, а с напарником, понимаешь то, что, ну, если ты там накосячишь, то не только на тебя ругаться будут, ну, там, с напарником, а в одиночном, ну, точнее, в личке, ты сам за себя отвечаешь за все. Из Москвы красноярские спортсмены привезли семь медалей и пять из них золотых. Но останавливаться на достигнутом ребята не собираются. На каждой тренировке они оттачивают свое мастерство и учатся чему-то новому. А впереди у них цели на самые высокие места. Ксения Гречихина, Иван Нечаев, Седьмой канал.